Друзья, всем привет! Мне вчера пришло очень много сообщений в инстаграме от возмущенных мам о том, что Минтранс хочет запретить перевозку детских колясок в метро, перевозку детей в метро хочет запретить. И действительно, если открыть на эту тему различные порталы, мы можем прочитать, пожалуйста, Комсомольская правда пишет, смотрите, Минтранс запретит перевозить детей в колясках в метро. Очень страшно звучит. А вот в Ре-новостях об этом тоже написали, еще на других порталах написали. Я уж молчу про соцсети, как там активно стали это все обсуждать в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. И смотрите-ка, даже наша Кузнецова выступила с инициативой. Вот она пишет, что как это все плохо, что малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть и потеряться в толпе, случайно выйти на остановки. В общем, ужасная инициатива, ужасная. Кто это придумал, глупые люди сидят, делают. На самом деле, чтобы прочитать, что там написано, достаточно перейти по ссылке, которую дает та же Комсомольская правда. Что я и сделала. И смотрите-ка, в проекте пишется, что можете вы, во-первых, перевозить свои детские коляски, сколько влезет. Перевозите, никто вам этого не запрещает, бесплатно ничего платить не надо. А второе, что на самом деле запрещается, ребят, это перевозить детей в детских колясках на эскалаторе при входе и выходе из вагона. Что это значит? Это значит, что в этих ситуациях рекомендуется взять ребенка на руки. Вот этим вот своим предложением компания метрополитена снимает с себя ответственность, если что-то случится с ребенком в коляске во время движения по эскалатору при входе и выходе из вагона. Коляска может застрять между пероном и вагоном. Она может перевернуться на эскалаторе и так далее. Метрополитен снимает с себя за эту ответственность. Он не хочет нести за это ответственность, не хочет потом оплачивать вам лечение за это. Понимаете? Все. можно конечно возмущаться на тему того что как тяжело брать детей на руки как как нам их носить как нам туда заходить нас затолкает очень многие про это пишут ребят зайдите в свой лифт там есть правило пользования лифтом читаем что там написано черным по белому для перевозки ребенка в коляске необходимо взять ребенка на руки и войти в кабину затем вести за собой коляску то же самое при выходе вывозите коляску и несете ребенка на руках вы это делаете серьезно я тогда не понимаю где возмущенные крики о запрете колясок в лифте почему они подписывают петицию на эту тему почему об этом не пишут почему об этом не говорит кузнецова я не думаю и мне не очень хочется верить что пиар-служба нашего обузмана не умеет читать проекты я думаю что им просто хочется показать свою дикую деятельность о том как выходят люди с глупыми инициативами а она такая классная смотрите защищает мам с колясками всех притесняет она и защищает лучше бы товарищ кузнецова занялась вопросами воза нелегального воза детских колясок на нашу территорию на территорию российской федерации колясок который содержит разные вредные вещества в том числе фенол и продаются нелегально на них нет сертификации лучше бы занялась вопросами воза таких же игрушек которые продаются пожалуйста на рынке садоводом южные ворота за 100 рублей который также содержит кучу разных веществ лучше бы этим занялась это никому не надо этим же нужно на самом деле заниматься не просто там распространять какую-то информацию через средства массовой информации пусть пусть дети дышат этим всем а мы пока будем бороться с надуманными вещами и кричать об этом на весь интернет вот так я это вижу